200 грамм масла растапливаем на медленном огне надо чтобы масло не обжарилась а раз растаяло можно сделать уже топленым маслом будет даже лучше на 200 грамм масла значит прибавляю я сейчас чуть-чуть огонь на 200 грамм масла добавляю 2 стакана муки 200 граммовый стакан но если измеряю стаканом вы тоже измеряете стаканом потому что стаканом 200 грамм точно не получается меньше получается муки мы не граммами же измеряем а именно стаканами так добавляем муку 2 стакана надо все время перемешивать надо чтобы получилась такая вот по цвету коричневая светло-коричневая не темно надо набраться терпения это процесс не быстрый на быстром огне его нельзя насильно он все сгорит сразу надо вот на среднем мешать и мешать все время вот так вот большие комочки разбивать уже цвет немножко поменялся но еще есть теперь на этом этапе добавляем немножко соли чуточку щепотку уже видите вот она такая липкая вот она уже собирается масло уже выделилась правда масло не так много слишком жирно и не захотелось сделать цвет достаточно коричневый теперь добавляю понемножку сироп сироп у меня полтора стакана сахара полтора стакана молока прокипятила добавляю понемножку добавляю перемешиваю добавляю перемешиваю добавляю перемешиваю все выключаю дальше вот так вот буду перемешивать густоту определяем сами допустим вот она сейчас постоит еще загустеет поэтому я добавлю еще чуть-чуть вот так вот так вот Теперь надо достаточно, я уже сказала, что это не быстрый процесс, надо вот этот вот сироп, чтобы он хорошенько впитался. Она должна как бы заблестеть, вот она такая сейчас матовая, она должна заблестеть. До этого времени вот так вот надо мешать. Кто-то делает совсем жидкий, кто-то делает совсем густой. Мне кажется, вот такой вариант, чтобы можно было ложкой взять, это самый хороший такой, пропорции хорошие. Смотрите, если переворачивать так, видите, она блестит. Не знаю, на камере видно или нет. Переложила в посуду, закрою крышку и дам немножко настояться. Почему сейчас делаю рукой, хочу показать вам, вот уже видите масло. То есть она абсолютно не... Если хотите еще жирнее, можете муки поменьше положить. Допустим, не два стакана муки, а полтора. Она постояла, отдохнула. Можно любые делать, какие вы хотите. Я в одну большую тарелку сделала, но обычно делают такие закусочные тарелки маленькие. Просто показать хотелось, сколько в итоге получилось. Вот он мне такой толстый. Можно еще сверху орехами. Можно ложкой просто обычные узоры делать. Хочу показать вам поближе. Видите, она еще теплая, еще масло не выделялось много. Вот уже блестит масло, не сухая. Эта голова отличается по пропорциям. Все же от пропорций зависит. Если масло много делать, надо делать умач. Умач знают многие. В следующий раз я сделаю голову с умачем. Покажу, что это значит. Те, кто знает, хочу им объяснить, что в таких пропорциях крупинки и муки, они зажаристые, они чувствуются, как будто бы там умач есть. Вот вкус такой ореховый. Очень вкусный и не сладкий, как всем кажется, допустим, полтора стакана сахара на полтора стакана молока. Нет, абсолютно не сладкий, то есть нормально. Ну, а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Всем пока-пока.